И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и у нас сегодня Universe Sandbox 2. Давненько-давненько мы с вами не играли в эту игру, не делали никаких экспериментов. И вновь спустя, наверное, сколько, месяца три, да, я уже не снимал никаких серий по этой игре, мы возвращаемся к этой теме. И первая серия, которая будет после нашего долгого, так сказать, расставания с этой игрой, отсутствие на канале новых серий Universe Sandbox 2, мы открываем серию Universe Sandbox 2 Перезагрузка, а именно я перезагружу одну серию, которая вышла у меня по этой игре аж в 2018 году под названием Луны и... нет, вернее, Луны Юпитера возле планеты Земля. Да, я знаю, многие ее вообще не смотрели. Я посмотрел там, блин, настолько ничтожное количество просмотров, лайков и всего прочего, ничтожное качество самого видео. И я подумал, многие мне стали писать комментарии уже давно, что... Sky, когда будет Universe Sandbox 2? Sky, когда будет Universe? Даже на стримы космонавты заскакивали и задавали мне эти вопросы. Ну что же, друзья, по мере возможности мы начинаем эту рубрику вновь. Это не говорит о том, что Space Engine пока ложится на полочку, но как бы будем чередовать и Space Engine и Universe Sandbox 2. Все зависит от времени. Все, короче, ребятки, перезагрузка, поехали. Наша планета Земля. Так, я уже привык по большей части играть в Space Engine, и поэтому управление сейчас мне надо будет вспоминать. Наша планета Земля. Насколько мы знаем, что у планеты Земля есть всего лишь единственный спутник, это Луна. На расстоянии 400 тысяч километров. Давайте, я не знаю, здесь... Здесь, подожди, стой. Да, вот есть Луна, по-моему... Стой. Ну-ка, стой, 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 подожди. Ну, что здесь за круг? Здесь есть Луна, 100%. Ладно, давайте тогда сделаем так. Так, мы добавим нашу Луну. Так, а где наши спутники? Вот, отлично. Берем спутники. Луна. И теперь мы отдаляем ее на расстояние... Ну, можно, в принципе... Да, 400 тысяч километров. Так, я думаю, что наша Луна никуда не улетит и будет вращаться в синхронном вращении вместе с Землей. Так, сколько у нас спутников у Юпитера? Напомните мне. 60? 68? Ну что же, давайте потихоньку будем добавлять... Так, наверное, можно начать с самых главных спутников Юпитера. Это Иоганимед, Калиста и Европа. Радиус у них, конечно же, приличный. Близко, наверное, мы не будем располагать в нашей планете Земля, потому что, блин, просто гравитация Земли разорвет эти спутники, и у нас какой-то коллапс, который я сейчас ожидаю после добавления 60... Давайте 60 спутников добавим. После 60 спутников будет твориться какой-то коллапс, и нашу Землю просто разнесет к чертям. Не знаю. Все человечество погибнет и все прочее. Так. Европа. Подожди, стой. Мы замедлим, конечно же, время. Можно вообще поставить на паузу. Берем Европу. Так. Подожди, стой, стой, стой. Она у нас полностью будет зависеть от Земли, я так понимаю, да? Ага, отлично. Берем Европу и ставим расстояние... Ну, давайте, 25 тысяч километров. Берем Ио. Нам надо, чтобы каждый спутник был независим от другого спутника, чтобы каждый спутник принадлежал только Земле. Так, Ио. 41 тысяча километров. Ну, если, конечно, Ио и Европа встретятся где-нибудь вот здесь, то, возможно, какое-то притяжение сработает от соседнего спутника. У нас будет столкновение, и в дальнейшем, конечно, вокруг Земли образуются кольца. Дабы... Я как бы больше переживаю, чтобы это были кольца, а не какие-то падающие огромные астероиды на Землю. Такс, Деймос и Фобос. В принципе, такие небольшие спутники Марса. Можно расположить на расстоянии 16 тысяч километров и 10 тысяч километров. Подскажите мне, приблизительно, какие остальные спутники нам добавить? Так, у нас... Сколько у нас спутников? 4, 5, 6. 6 спутников. Ну, давайте Луну будем тоже считать за седьмой спутник. Энцелада. Что-нибудь, знаете, радиусом средним я хочу выставить на орбите нашей Земли. Ну, даже вернее, на расстоянии от Земли до Луны. И посмотреть, что будет. Так, ну что же, все прекрасно. 60, ровно 60 спутников у нас вокруг Земли. И посмотри. Это забавно таки выглядит. В общем, я не стал останавливаться только на каких-то маленьких хоронах и маленьких астероидах, все прочее. Ну, вы меня понимаете. Я раскидал такие большие спутники, как Ганимед Европа. Ну, дабы придать экшену, экшена для нашего видео. И теперь мы запускаем время. Время у нас 14 секунд в секунду. И посмотрим. Так. Земля. Что может произойти на Земле? Ну, конечно, при таком, я так думаю, огромном количестве больших спутников, довольно-таки крупных спутников, у нас вообще период вращения Земли должен замедлиться. Поправьте меня в комментариях, если это не так. И сейчас все спутники будут у нас просто вращаться вокруг планеты Земля. И если начнется притяжение одним крупным, одним из более крупных спутников другого, то у нас будет катастрофа. Так, состав мне не интересен. Так, обзор. Ммм, период вращения вообще, по-моему, не действует. Давайте немножко увеличим скорость. И? И что же у нас будет? Что, все хаотично крутятся, все спутники хаотично крутятся друг с другом рядом в танце вокруг планеты Земля? Оу, нет-нет-нет. Вот, кстати-кстати говоря, по-моему, у нас уже произошла какая-то первая катастрофа. Какие-то спутники, посмотри, да, все-таки наиболее крупные спутники начинают притягивать друг друга. Так, подожди, стой, вернемся к планете Земля. Что здесь произошло? Не понял. Фобос и Деймос у нас упали? Нет, подожди, нет, Фобос у нас пока еще на орбите планеты Земля. Ого. Это так... Я так понимаю, протяжение Земли действует, что... Посмотри. Европа начинает, по-моему, потихоньку раскалываться, и мелкие какие-то части уже падают на Землю. Да, это была бы, конечно, неминуемая катастрофа. Период вращения 23 часа. Что у нас? Подожди, открыть панель... Открыть? Нет-нет-нет, не то, нет. Стой, вот. Вот что мне нужно. 40 минут в секунду. Подожди. Ох, у нас была большая, прямо-таки, бомбежка планеты Земля. Посмотри. Да. Все, кто находится на экваторе, конечно же, блин, они получили огромнейший удар. Вот этими расколотыми лунами. И, блин... Ой, что здесь творится? Он... Это, я так понимаю, это огромное цунами, которое сейчас только что затопило... Большинство стран... Подожди. Ого, ты посмотри, как действуют отливы и приливы. То есть, отливы и приливы... Блин, я не знаю. Если тот, кто живет на побережье, то перебирайтесь куда-нибудь поближе, знаете. В центр материка. Побережье постоянно топит. Отливы и приливы мощнейшие. Просто мощнейшие. Ну, то, что появились какие-то озера в центре Африки там, да, допустим, либо... Я так понимаю, это моря, скорее всего, в Южной Америке. Это все действие того, что туда упали огромные части на лун. И там образовалась вода, да. Там образовались озера, реки, моря и все прочее. А что по спутникам? Столкновение неминуемое. Столкновение у нас постоянно. Так, ну что же, давайте, наверное, ускорим время и... Добьем, добьем все эти спутники. И добьем нашу планету Земля. Да. Все. Там просто, я не знаю, что-то начинает твориться. Все спутники сами по себе уже даже не просто по своей какой-то... Траектории вращаются вокруг Земли, а... Сбиваются... Ой, блин. Все. Так, ну, по идее, сейчас жизни на Земле не должно остаться. Угу. Угу. Так. Огромная паровая масса. Так, стой. А что у нас вообще по температуре на Земле? Земля, по-моему, начинает очень сильно нагреваться. Самый большой такой удар, я смотрю... Пришелся куда-то в экватор Земли, да, может быть, в Африку. Это такой огромный осколок Луны упал, и там поверхность раскалена даже до 4000 градусов по Цельсию. Ммм, да. Нет, ну, конечно, если чуть на дальнем расстоянии расположить эти луны, то, возможно, такой катастрофы не произошло бы, я не знаю. Так, подожди. Период. Ох-ох-ох-ох-ох. Да, по-моему, все материки полностью у нас с планеты Земля исчезли. Бурлят огромные вулканы, которые высвобождают огромные массы, раскаленные лавы. И планета просто вся кипит, она бурлит. Скорость, по-моему, вращения Земли у нас также увеличена. Период вращения... Три... Подожди. Три часа? Ого. О, нифига себе, я ее раскрутила-то. Я вообще ждал, блин, того, если будет довольно-таки так много спутников и близко расположенных к Земле. Скорость... Период вращения, вернее, замедлится. Мм, да. Ну, вот такой эксперимент. Надеюсь, тебе понравилось. Обязательно поставь пальчик вверх. Это была серия Universe Sandbox 2, луны Юпитера возле Земли, перезагрузка. И в скором времени вы увидите еще множество интересных экспериментов. Пальчик вверх, подписочка на канал. Всем пока-пока.